Потрясающая возможность благодаря телевизионной связи. И там сейчас находится наша коллега Юлия Чеснокова, которая готова подхватить нашу танцевальную эстафету и продолжить. Юля, тебе слово. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Да, мы рядом с танцем. Можно сказать, мы внутри танца, потому что, находясь здесь, в Эрмитаже, невозможно не оказаться внутри этого полотна, потому что оно так захватывает, хотя, казалось бы, всего три цвета. Для магии цвета давайте спросим у Юлии Лукьяновой, научного сотрудника отдела западной европейской живописи Эрмитажа. Доброе утро, Юлия. Здравствуйте, я вас тоже всех приветствую. Ну что ж, говоря о цвете, это прежде всего то, что бросается в глаза в этом полотне Матисса. Хочется вспомнить о том, что он не сразу пришел именно к такой необычайной интенсивности красок. И в присланном Щукину акварельном эскизе краски были светлые, разбавленные. И в первом варианте танца, который хранится в музее Момо в Нью-Йорке, краски также намного светлее, бледнее. И именно вот эта интенсивность красок стала для Матисса ключом к созданию этой композиции, как он впоследствии вспоминал в переписке 25 лет спустя, что именно эти краски должны были передать дух танца. И действительно такой насыщенный цвет этих тел, такой красно-кирпичный, его даже сложно определить, он как будто бы вырывается даже из фона этого полотна, где пейзаж покажет, но очень условно. Это синее небо и зеленая трава или земля. И благодаря вот этой условности пейзажа, обобщенности, силуэтности фигур, возникает ощущение, что перед нами не какой-то конкретный танец, а дух танца, идея танца вообще. Если говорить о вдохновении музыкальном Матисса, то он сам вспоминал, что вдохновлялся фарандолой. Это такой народный, веселый танец, что он пошел после обеда, в воскресенье, в Мулен-де-ля-галет в Париже, и посмотрел, и послушал фарандолу, и затем обратился к композиции. Но для нас, получается, это уже обобщенный танец, да? То есть любой человек, любой зритель, который придет сюда, он понимает, что это танец, он считывает это не какой-то конкретный, не какой-то национальный, это именно танец всех танцев, получается. Получается, что так, именно к этому Матисса стремился, создавая эту композицию, идя, как он всегда говорил, от сложного к простому, от какой-то детализации к необычайному обобщению, и создавая эти фигуры, он впоследствии говорил, что учитывал не только силуэты самих фигур, но также то, как будут смотреться кусочки земли или кусочки неба между ними. То есть вот эту конфигурацию пустых пространств, которые, конечно, не пустые, а тоже очень насыщенные. Ну, Эрмитаж, конечно, дает возможность сравнить два полотна Матисса, которые он писал для Щукина. Вот они очень похожи, но диаметрально противоположны. Вот в каждом моменте, в движении, что уже никакого танца, здесь у нас музыка получается. Вот расскажите, он их создавал такими антагонистами? Ну, в какой-то степени да. Сама идея была подсказана Щукиным, который хотел, чтобы темой второго полотна стала именно музыка. И для Матисса это была возможность показать два разных вида искусства. Знаете, как противопоставить дионисийское планическое начало. Такой вихревой танец дионисийский и в то же время такая спокойная, более гармоничная музыка, которая, кстати, Матиссу далась намного сложнее. Но в отличие от танца, который он переделывал, просто заменяя холст и написав новое полотно, с музыкой он работал непосредственно на картине, на холсте, вводил изменения и спустя... А мы можем даже это увидеть, да? Вот руку мастера, давайте покажем. Это стало видно, этот эффект, на который Матисс, конечно, не рассчитывал. Видно, что у ног скрипача, который сам стоял иначе, было изображение собаки. Возможно, это должно было нас отсылать к Орфею, который своей музыкой очаровывал даже животных. Но в итоге от собаки решили отказаться. Да, в пользу меньшего количества деталей. Фигуры меняли свое положение, они перемещались. И на самом деле ведь музыку так сложно показать. Это абстрактное искусство. И так же, как в музыке сочетание пауз и звуков создает вот эту мелодию, ритм, то так же и Матисс стремился, мне кажется, к этому, сочетая вот эти яркие акцентные фигуры, условные достаточно, и паузы пространства, цезуры между ними. При этом мы знаем, что он сам тоже играл на скрипке. То есть музыка, как искусство, было ему не чуждо. Спасибо большое, Юлия. Я понимаю, что мы можем говорить об этом бесконечно. Давайте спросим у вашей коллеги как раз в студии, а про цвета. Вот меня заинтересовало, смотрите, они такие яркие, насыщенные, больше ста лет прошло. Это так и будет продолжаться? Или нужно бережно хранить уже в следующее десятилетие, какие-то применять особые усилия, чтобы все эти яркие цвета Матисса остались такими же яркими?